Всем привет, ребята! Добро пожаловать в новый влог. Меня зовут Эмма Питцер. Это мой канал, как вы уже, наверное, догадались. Сегодня мы приехали в Икею, потому что скоро у нас на носу переезд в новую квартиру. Нам нужна мебель, и мы будем присматривать себе сегодня, возможно, стол на кухню, возможно, какие-то еще другие милые вещички в квартиру. Квартира будет абсолютно пустая. Я обязательно сниму вам видео о ней. Естественно, будет еще много видео о том, как мы вообще, в принципе, обставляем квартиру, что мы делаем, что мы туда покупаем. Так что, ребята, если вам интересно узнать, как выглядит Икея в Германии, оставайтесь с нами на связи. Будем выбирать. Продолжение следует... У нас сейчас диван, который точно-точно совпадает с тем, который стоит у нас в нашей сегодняшней съемной квартире. Только разница в том, что он рассчитан на трех человек, а не как вот этот на двух. Но, знаете, обидно и грустно осознавать то, что предыдущие пользователи этой квартиры не надевали на него вообще никакого, как это называется, комплекта, не покрывали его ничем. И поэтому вся вот эта белая, все вот эти подушки и так далее, они настолько пропылились, что он уже даже не белый по цвету, а серый от того, сколько там пыли. И мы все эти два года, которые жили в этой квартире, просто тупо боялись садиться на этот диван. Сегодня мы надеемся найти себе стол на кухню и стулья, потому что у следующей кухни будет очень нестандартный размер. И даже на сайте мебельных магазинов мы не нашли ничего подходящего, поэтому решили так съездить и посмотреть собственными глазами. Эта кухня довольно-таки такая большая по размеру, но она растянута и в длину она довольно-таки большая, а вот в ширину не очень. Поэтому нам нужно найти какой-то подходящий стол, который не будет занимать столько много места. Хоба, идеальный вариант. Ладно, я шучу. Очень практичное решение вот с такими столами, если вы живете, точнее, вдвоем и иногда к вам кто-то приезжает в гости, то можно было бы купить вот такой вот столик, который можно растягивать по необходимости. И Юлян сейчас предлагает реально взять вот что-то наподобие такого. Ну, не знаю, не знаю. Напишите, нравится ли вам такие компактные идеи или нет. Я нашла очень крутую вещь на балкон, представьте, на столик, который будет у нас там, возможно, стоять, на котором можно будет, может быть, позавтракать или попить кофе, поставить вот такую вот латерну. Внутри будет гореть свечка. И если ты вечером или там прям очень рано утром завтракаешь или ужинаешь, то мне кажется, будет выглядеть очень мило. Еще супермилое место, посмотрите. Ставьте лайк, если бы хотели себе такую комнату. Я бы хотела. И причем занимает это все очень мало места, то есть обратите внимание. Мини-кресло! Мы возьмем себе вот такой прекрасный, точнее, два таких прекрасных две тумбочки кровати. Вот, они мне очень понравились. Хотя кровать у нас светло-серая, поэтому нужно будет подумать, как это все будет смотреться вместе, как мы это обставим. Возможно, у нас будет еще какая-то белая мебель. Мы думаем, но нам очень понравились эти два, эти две тумбочки точнее. Мечта моего детства, вот такая вот кровать, под которой можно либо было бы оставить стол, либо, возможно, там должна была быть еще одна кровать или какое-то место для игр или что-то такое. А спать можно было бы на втором этаже. Постоянно звучит объявление, заберите своего ребенка из детского отделения. Постоянно. То одно имя, то другое. Этого ребенка, этого ребенка просто кошмар. Я хожу и смеюсь, мне кажется, наверное, больше этих объявлений, чем смотрю на мебель. А хотели бы вы себе вот такую ванную комнату, где, представьте, что вот там вот это окно, а вот это ваша ванна со свечками и с цветами. Хотели бы? Решили зайти попушить. Вот так вот выглядит здесь, в этом городе ресторан в Икеа. Давайте зайдем, посмотрим, что у них там есть. Еда в Икеа вкусная, так что с этим, мне кажется, никто спорить не будет. Смотрите, что мы себе набрали. Мы набрали себе фрикадельки, у Юлиана с картошкой фри, у меня с пюре. Здоровая питания. Ладно. Салат с лососем, уабор и кока-кола. Здоровое питание, пункт 2. Юлиану понравился вот этот стул. Вот этот. И, ну, не знаю, вообще, конечно, выглядит нормально, но на кухне, я имею в виду. Мне кажется, есть и получше. С другой стороны, он удобный в том плане, что он не деревянный, потому что, допустим, деревянный стул, у него всегда жесткая спинка, то есть, получается, сидеть на нем теоретически неудобнее, чем на вот таком. Я сейчас посидела на нем, и мне, в принципе, понравилось. Но на внешность, не знаю, не знаю. Вот такие вот декоративные подушки мы себе выбрали на кровать. Купим им еще, скорее всего, какую-то наволочку, потому что, ну, вообще, декоративные подушки идут без наволочки, я знаю, да? Но мне не очень нравится рисунок, который на них... Но нравится цена, поэтому я думаю, что мы обязательно возьмем. Спустились на этаж ниже, выбирают себе вещи для спальни, то есть, одеяло, подушки и так далее, вот, набрали. Тяжело возить вагончик свой, но Юля, ну, я все-таки оставила другой тот, который будет потяжелее, на который мы будем ставить мебель. Что, нашла? Ковры, как у нас раньше дома в Советском Союзе были. Возьмем? Машешь один цепич? Не, один, один. Рон, нет? Ох, он выглядит очень красиво. Юля, ну, не нравится вот этот ковер, а мне нравится. Почему бы он нет? Защитник животных. Хотя, мне кажется, все равно не из настоящего, не из натурального, точнее, материала. Сейчас мы пришли вот в такое вот огромное помещение, где вся мебель рассортирована по номерам, где нужно ходить, выбирать. Так, вот это все потом. Сейчас мы выбираем всякие столы, тумбочки, складываем их на эту штуку. Я пока плохо себе представляю, как мы будем вообще это все транспортировать до дома, но у нас такой договор, что мы все повезем сами и сейчас. Юля будет сам все это собирать. Сейчас начнется квест, как запихать это в машину. Мы не можем это даже на вагончик запихать, в принципе. Что ты делаешь? Нет, это нужно смотреть на вагон. Потому что ты не можешь это сделать. Почему проблемы? Это не потому, что мы в Тетрис никогда не играли, не умеем их засовывать, а потому что стрих-код должен сидеть. Надо смотреть вперед, чтобы они смогли это пробить. И, ну вот, как вы понимаете, у нас он не смотрит вперед на данный момент. Но, так как у нас два одинаковых стула, это стулья, то я думаю, что не будет с этим никаких проблем. Потому что она просто пробьется два раза один и тот же. Ну вот и все. А теперь мы загружаемся. Загружаем наши вещички в машину. Нам придется даже убрать задние сиденья, чтобы все туда поместилось. Но мы так подрассчитали, что вроде бы все довольно-таки неплохо. Вот. И все. Так. Вот вам и место, пожалуйста. Я хочу сделать это. Я хочу сделать это. Да. Ну и тачка. Можно спать, можно прям заболиться. Ладно, все, я ухожу. Ну все, ребята, мы загрузились. Вон у нас весь багажник полный вещей. Но мы все-таки загрузились. Так что те, кто переживал, что ничего не получится, получилось. И причем даже все видно через зеркало, все нормально. В общем, если вам понравилось это видео, если вам было интересно посмотреть, по крайней мере, на немецкую IKEA, либо если вам было просто интересно посмотреть на мебель, она была красивая, согласитесь. Или посмотреть на нас, она тоже красивая. Ладно, все, 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 без шуток. Ребята, если вам все понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Скоро переезд. Много новых роликов. Поняли, да? Пока.